В Ульяновской области оперативно решаются вопросы и оказывается помощь жителям, обратившимся лично к губернатору на приеме граждан. Рафаэль Сулейманов родился в Николаевском районе. Живет в Ульяновске, работает в банке, но хочет вернуться в село, чтобы развивать фермерское хозяйство. В родном поселке у начинающего фермера есть тысячи гектаров земли, где он планирует выращивать крупный рогатый скот. Я хочу мясное направление развивать. Подготовил бизнес-план на породу казахско-белоголовая. Но вопрос возник в том, что в Ульяновской области данную породу не выращивает. Где и как можно приобрести здесь, чтобы я мог сэкономить элементарно на логистике, на доставке, чтобы я не приобретал в других регионах условно данную породу. Тем самым сэкономить себе в бизнес-плане деньги. Ну и деньги, которые выращены будут с агар-стартапа, останутся также в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских пообещал помочь начинающему фермеру и оказать содействие в вопросе приобретения поголовья скота. Напомним, что в Ульяновской области действует программа стартап начинающему фермеру, которая предусматривает получение гранта в размере от 3 до 5 миллионов рублей. Я вам скажу, перспектива у вас тысячи голов. Ну, на будущее, если позволит возможность, то, конечно. Есть определенные расчеты по кормовой базе. На одну голову один гектар. Ну, если не закупать корма на стороне. Ну, безусловно, будем вас поддерживать. Вера Халяева обратилась к Алексею Русских с просьбой о строительстве остановочного пункта для ожидания рейсовых автобусов в поселке Старая Майна. Строительство остановки позволит ожидать рейсовые автобусы в приспособленном для этого месте. Дело в том, что у нас несколько месяцев не работает уже ни пассовый центр, ни автовокзал в рабочем поселке. И это очень тяжело для людей. Приезжающих, отъезжающих очень много. И приходится стоять и ждать на улице. Дождь, ветер, а сейчас уже и холодно стало. До 1 апреля, значит, должен у нас уже быть введен стой пункт ожидания. А непосредственно кассу, да, это мы поставим себе такую задачу на будущее периода. Потому что сейчас это будет для нас очень накладно. В связи с тем, что очень мало пассажиров ездит. Вот, а держать кассира, ну, довольно-таки для бюджета это будет дороговато. Но это не значит, что мы не будем над этим работать. Алексей Авдеев из села Канадей Николаевского района является неформальным молодежным лидером в населенном пункте. Отец за двоих детей обратился к губернатору с просьбой о выделении субсидий из областного бюджета на ремонт спортивного зала в селе Канадей Николаевского района. От инициативной группы и от жителей в селе Канадей вращаюсь к вам с просьбой, отказать содействие в решении вопросов про его спортивного зала в нашем селе. Во первом месяце заключен контракт на следующий день работы. Замена оконных блоков, замена дверей, замена метропроводки, замена указанных отлов и облицовка стен со своими протекторами. Но в связи с резким подтверждением целей в месяц подрядчик отказывается выполнить геопозиций. Это замена газовых отлов и облицовка стеновых протекторов. По итогам анализа документов выявлено, что подрядчикам не выполнены условия соглашения о предоставлении субсидий. На данный момент Министерство финансов Ульяновской области приняло положительное решение и до конца недели необходимые средства поступят на счет местного бюджета. Достроим, занимайтесь спортом. И участвуете в новых проектах. Добро, счастливо. Евгений Глухов из Новоспасского обратился к главе региона с просьбой об увеличении полезных площадей в Ледовом дворце «Олимп» для занятий спортивных секций по хоккею. Я представляю родителей воспитания спортивной школы по хоккею «Олимп». Значит, тут обращение следующее. Наш дворец был открыт в 2013 году. Изначально проектом было предусмотрено две раздевалки. Сначала как бы все хватало. Однако с каждым годом популярность хоккея и фигурного катания растет у нас в поселке. И на данный момент занимается уже более 150 детей. Как будто у меня в основном, когда ребенок сам играет, стал вопрос о нехватке на помещении раздевалок. Министерство спорта Ульяновской области провело переговоры по данному вопросу. В ближайшее время секция бокса будет переведена в другое помещение. И вопрос с раздевалками решится до конца декабря. Все рассмотренные вопросы находятся на личном контроле главы региона и будут решены максимально оперативно. Валентина Никонова, All Правда ТВ